Всем привет, на канале иногда бывают всякие самоделки, я к ним делаю электронные проекты деталей. И много кто просит сделать обучающий курс или что-то типа такого. Мое мнение, что научиться этому всему хорошо помогает только реально стоящая задача, то есть когда надо, заработает правило, что глаза боятся, а руки делают, и там как-нибудь всему придется научиться. Но базовые вещи сразу позволяют не делать в многих ошибках, так что базовые вещи я покажу и расскажу. И вы сможете делать себе для своих нужд разные штуки, допустим сейчас дачный сезон на носу, может потребоваться какой-то кронштейн сделать или конструкцию для монтажа нескольких элементов во что-то более сложное. Можно много раз делать криво, потратить кучу времени и материалов, а можно один раз разобраться как разработать конструкции для листовых материалов на компьютере и сделать работу в 10 раз быстрее с первого раза. Для владельцев 3D принтеров умение моделить вообще открывает практически безграничные пространства для творчества. В любом случае, если вы уже на пути самоделок и работа руками, то без инструмента вам точно не обойтись. С подбором инструмента вам поможет Е-каталог, где можно ознакомиться практически со всем, что существует, от органайзеров для саморезов до фрезерных станков. В каждом разделе товаров есть параметры для поиска, которые помогут разобраться в различиях между предложениями. Допустим в разделе с дрелями и шуруповертами по параметрам можно понять, что существуют шуруповерты, которые подключаются к смартфону через блютуз. Но есть и традиционные наборы параметров. Например, вы хотите себе подобрать аккумулятор на шуруповерт, который наиболее сильно может заменить бытовую дрель. И можно быстро отсечь слабые модели, допустим указав, что вы хотите, чтобы была дополнительная ручка. То есть производитель модели считает, что момента их устройства достаточно, чтобы при клине сверла в отверстие вырвать вам инструменты с запястья, что косвенно говорит о назначении устройства. И выбирать вы уже будете не среди всего множества устройств, а только среди тех, что вам будут подходить больше всего. Что касается этого видео, рассказывать я буду про работу в Solidworks. Это мощный универсальный инструмент, но в то же время простой для освоения и вдобавок очень популярный. Сама программа платная и дорогая, но в местах, где круглый год 100% скидки, все что нужно есть. Так что если сейчас вы поставите все это нужное на скачивание, то к концу просмотра видео все уже скачается. Для начала скажу, что это видео не учебный курс или что-то типа такого. Это просто видео со сведениями о том, как быстро стартовать учебу и получить базовые навыки. Тем не менее, в общей сложности часов за 5-10 вы сможете освоить те возможности, что перекроет ваши потребности, кроме случаев, когда вы хотите профессионально работать конструктором. Вообще, что касается 3D-моделей, то они бывают двух типов. Сеточные, они же модели в виде массивов, соединенных друг с другом вершин, и параметрические. Сеточные делаются, как правило, для каких-то медиазадач, допустим, для игр или фильмов. Именно такого типа модели можно делать, например, в 3D Max. Для производства такие модели не подойдут, и нужны они для очень быстрого проектирования сложных форм, которые никогда не понадобятся в производстве. Все же Sapper, от самых простых до самых продвинутых, включая Solidworks, предполагают создание именно параметрических моделей. Суть в том, что все поверхности описываются формулами. А имея формулы, можно, например, рассчитать точную траекторию движения фрезы. Естественно, по созданным моделям можно и формировать программы для ЧПУ станков, ну и также эти модели можно переводить в сеточные. Тогда как сеточные в полнотелые параметрические перевести нельзя. За основу вашего обучения я предлагаю вам воспользоваться самоучителем в самом Solidworks. Там он проведет вам экскурс по всем базовым инструментам, но, как и в любой другой инструкции, там подход демонстрации очень сухой, то есть куча лишних движений, нерациональное расходование времени. А часть важных функций просто не освещены. Именно рассказу о том, как можно выполнять типичные действия быстрее, будет это видео. Кроме того, я хотел еще донести мысль о том, что одну и ту же задачу можно решить разными способами, и знать эти способы очень полезно, так как в разных случаях рационально бывают то одни, то другие. Что касается самоучителя, то он вам расскажет и то, как делать вот такие развертки, и как их на чертежи выводить, и в целом самоучитель сделан очень годно. К тому же он интерактивен. Если вы не можете найти кнопку, которую Solid просит вас нажать, то нажав на нее в файле справки, сама кнопка выделится в самом Solidworks. Ну и как вы поймете, что окреплив базовых знаниях, и самоучитель стал слишком скучен, что произойдет, скорее всего, часа через три обучения, вы уже сможете отправиться в свободное плавание, и как в этом плавании быть более эффективным, я вам сейчас и покажу. И вообще советую вначале пройтись по самоучителю, а потом уже смотреть оставшуюся часть видео, так как увеличение удобства работы можно будет всецело оценить только после того, как вы вначале шаг за шагом будете повторять то, что было в мануалах. Ну и теперь давайте уже приступим непосредственно к изучению. Вот это вот стартовый экран. Чтобы что-то создать, вам нужно нажать на кнопочку «Создать». Вы видите, у меня тут еще есть меню. Оно по умолчанию, по-моему, просто выдвигаемое. Но в разных меню в Solid есть вот такой вот значок. Он, в принципе, есть и в проводнике Windows, например, думаю, разберетесь. Можно файл сделать и здесь, то есть создать новый. Итак, когда вы создаете, вам предлагаются вот такие варианты. Вот такой вот значок. Это детали. Вот такой значок с кубиком. Это сборка. Ну, это, соответственно, чертежи. И тут несколько стандартов. Это ГОСТовские, но стандартные ГОСТовские вот тут стоят. Они не очень хорошие. Поэтому не надейтесь, что Solid вам сделает хороший ГОСТовский чертеж. Опять же-таки, как делать чертежи, я, наверное, вообще, в принципе, показывать не буду. Давайте начнем с детали. Соответственно, как вы понимаете, деталь – это когда у нас есть какой-то один объект, а сборка – это когда мы несколько объектов соединяем. На самом деле, в Solid можно сделать и в одной детали несколько объектов. То есть вот твердые тела. Это тоже можно сделать в детали. Но если вы четко не представляете себе, зачем вам нужно именно несколько тел в одной детали, то делать этого не надо. Давайте сейчас вначале разберемся с навигацией, как пользоваться. Сейчас не смотрите на какие-то действия. Давайте сделаем небольшой прелограммчик. Вот. Как происходит движение. Крутить в Solid можно, нажимая среднюю кнопку мыши. Вот. Приближать, удалять – это крутить колесиком. И можно поставить инвертирование колеса, потому что крутить вверх в Solid – это отдалять, а крутить вниз – это приближать. Например, в Autodesk-овских программах, то есть Inventor, AutoCAD, вот это вот работа с колесом инвертированная относительно Solid. И опять же-таки, крутить можно, например, в Autodesk-овских программах. Здесь есть такой кубик, за него можно просто схватиться и тоже за него крутить. В Solid такого нет, но, в принципе, средней кнопкой мыши тоже достаточно удобно. Когда вы крутите что-то, если вам надо в другое место, например, в этот угол, это происходит путем наведения мышки. То есть у вас приближение идет относительно текущего положения мышки. Есть и другие варианты. Например, если у вас слабый компьютер и большая сборка, то каждое вот это приближение будет отбирать много ресурсов. То есть у вас каждая градация приближения будет отнимать много времени. И тогда есть вот такие вот инструменты. Итак, теперь переходим непосредственно к тому, как создавать какие-то вещи в Solid. Любой объект, который вы хотите описать для компьютера, вам надо описать с помощью эскиза. То есть вы не можете просто так что-то сделать, как, допустим, в 3D Max построить какую-то плоскость, потом задать ей деление на сетку и начать просто так двигать точки. Тут вы это сделать не можете. Вам нужно именно четко задавать компьютеру, что вы от него хотите, и именно точными размерами. Это делается с помощью эскизов. Есть эскизы трехмерные. О них, наверное, в принципе, вы сами разберетесь, если вам это надо. Я для этого тоже расскажу пару нюансов, как работать с трехмерными эскизами, чтобы это было более-менее комфортно. В общем случае эскизы создаются на плоскости. Вы можете изначально создать эскиз, то есть нажать на кнопку, Solid вам предложит выбрать какой-то из плоскостей, но зачастую это происходит по-другому. Вы либо в дереве построения, вот оно, дерево построения, выбираете какую-то плоскость, либо уже когда у вас какой-то объект построен, вы на его грани нажимаете левую кнопку мыши, и у вас в высветившемся меню будет возможность создать новый эскиз, это я тоже потом покажу. В Solid сам значок эскиза обозначен вот такой вот загогулинкой. То есть вы можете увидеть вот такая загогулинка, и также для всех инструментов, для которых есть создать и редактировать, создать обозначается вот такой вот звездочкой, а редактировать, ну это я вам тоже чуть позже покажу, обозначается карандашиком. То есть тут можно увидеть вот это загогулинка и звездочка, значит это создать эскиз. Нажимаем. Вы можете увидеть в дереве построения то, что у нас вот есть то дерево, которое было раньше, которое состоит из трех ортогональных плоскостей, проходящих через исходную точку. И исходная точка у нас здесь с системой координат исходной по умолчанию отображается в центре нашего стандартного, нашей стандартной плоскости сверху. И можно увидеть, что здесь есть линия, и снизу мы видим наш новый эскиз. Итак, что обозначает эта линия? Вот это важная вещь, которая в самоучителе не сказана. Эта линия обозначает как бы текущее время, то есть то, что над линией, это прошлое, то, что вы уже сделали, а то, что под линией, это будущее. И это очень важно, потому что на самом деле эту линию можно откатывать. То есть вы можете, когда вы сделали модель, и она у вас достаточно длинная, имеет большое дерево построения, вы можете эту линию двигать, откатываясь в прошлое действия, чтобы точно смотреть, что вы делали, как строилась модель. Особенно это важно, когда вы смотрите не свою модель, а какую-то чужую, где вы пытаетесь разобраться, как она была сделана, чтобы ее можно было изменить. Потому что не всегда понятно, как можно поменять что-то, чтобы ничего не разрушилось. Но мы переходим уже к основной теме. Давайте мы сейчас в этом эскизе, который у нас в плоскости сверху, построим квадрат, чтобы сделать из него потом куб. Соответственно, в эскизе мы рисуем квадратик. Но это у нас пока не квадрат, а прямоугольник. Я сделал это сейчас линиями, это не самый хороший метод. И очень важно сейчас понять, вот суть того, что я хочу рассказать вам до того, как вы отправитесь на самообучалку, то, что нет какого-то единственно правильного варианта построить какую-либо геометрию. То есть у вас все равно будет масса способов, с помощью которых вы можете создать нужную вам геометрию. Но для каждого она удобнее своя. Я сейчас это сделал линиями. Вы также можете увидеть то, что Solid сам предлагает привязываться к некоторым местам. То есть вот он задерживает у меня эту точку и показывает линиями то, что точка будет построена в этой плоскости. Это очень удобно, и на это надо обращать внимание, чтобы не делать какие-то неправильные штуки. И также вы можете увидеть то, что рядом с линиями есть вот эти вот зелененькие какие-то штучки, где можно увидеть, что этой линии дано свойство горизонтальности. Это Solid делает сам самостоятельно для некоторых взаимосвязей. В частности, если вы рисуете какую-то линию, то Solid решает, что если вы ее захотели провести горизонтально, значит она горизонтальная. И, соответственно, потом вы это просто так изменить не можете. Естественно, это можно поменять. Можно выделить эту линию. И когда у вас объект выделен, вы можете увидеть свойства этого объекта. В данном случае в свойствах взаимосвязей для этой линии есть горизонтальность. Можно выделить этот объект и удалить. Соответственно, теперь эта линия у нас не имеет свойства горизонтальности. А значит, если мы возьмем вот эту точку, то у нас горизонтальность пропадет. И будет какой-то угол. Ну вот я вернул так, чтобы это было горизонтально. Опять-таки, здесь есть привязки, которые автоматически срабатывают. Ну и если вы горизонтальность один раз убрали, то Solid ее обратно возвращать не будет. Итак, допустим, вы хотите вернуть горизонтальность. Здесь, опять же-таки, я выделил эту линию. И в свойствах мы можем увидеть, что Solid дает по возможным взаимосвязям. Это горизонтальность и вертикальность. Ну, собственно, для линий больше ничего и не надо. Также есть свойство зафиксированный. Это свойство позволяет сделать все объекты этой линии, то есть конечные точки, и саму эту линию неподвижной. Делать я это крайне не рекомендую, то есть пользоваться зафиксированностью. По-хорошему, вы должны всегда давать необходимое количество размеров, чтобы определять весь свой эскиз. Сейчас вы можете увидеть то, что мой эскиз является недоопределенным. Он очень сильно сейчас недоопределен, и про определение эскиза я сейчас вам тоже расскажу. Итак, мы все-таки хотим вернуть этой линии горизонтальность. Так что выбираем горизонтальность. Вот она здесь вернулась, и здесь появился этот же значок. Теперь нам надо сделать из этого прямоугольника квадрат, как я уже сказал. Сейчас он совершенно не квадратный. Что для этого надо сделать? Во вкладке эскиз есть инструмент автоматического нанесения размеров. И вы можете здесь поставить размер. Ну, допустим, мы хотим квадрат 100 на 100, и чтобы когда он был кубом, тоже на 100 миллиметров. Вводим здесь 100. И вот теперь вот эта линия у нас размером 100, и вот эта 100. 100 она у нас, поскольку у нас есть вертикальность этой и этой линии, соответственно, эти линии автоматически становятся параллельными, потому что они горизонтальные, и, соответственно, равными. Теперь нам нужно сделать вот эту вот, и вот эту линии по 100. На это есть несколько методов. Самый первый – это еще раз поставить размер, и еще раз ввести с клавиатуры 100. Теперь у нас из этого прямоугольника он превратился в квадрат, то есть у нас равны все его стороны. Но это самый неудобный, непрактичный метод, когда мы понимаем, что в будущем у нас это и оставалось квадратом. Какие есть еще методы? Во-первых, можно поставить размер, но не вводить сотню, а нажать на этот размер, то есть который у нас уже проставлен. И у нас автоматически эта сотня перенеслась сюда. Это очень удобно, но этот метод не дает нам того, что эта штука останется квадратом, если какой-то размер поменяется. Допустим, если мы здесь делаем 200, то у нас опять появляется прямоугольник. То есть этот метод не самый надежный, если вдруг вам придется в будущем менять конструкцию. Какие есть еще методы? Еще методы есть – это, опять же таки, взаимосвязи. Взаимосвязи есть не только у одного объекта самого с собой или с системой координат, а есть взаимосвязи между разными объектами. Сейчас можно зажать Ctrl или Shift и выделить несколько объектов, в частности, вот эти две линии. И у нас появляются новые виды взаимосвязей. Опять же таки остается горизонтальность и вертикальность. Естественно, если их выбрать, то Solid выйдет с ошибкой, потому что у нас вертикальность будет противоречить вот этой взаимосвязи, а горизонтальность – вот этой. Ну, давайте нажмем, посмотрим. Вот, Solid говорит, что ты дурак, мол, выбери либо одно, либо другое. То есть сам выделяет. Одна желтненькая, другая красненькая. Соответственно, красненькая он предполагает именно ошибочная. Давайте сейчас зайдем в свойства и уберем горизонтальность. У нас ошибка пропала. Ну, давайте опять выделим эти два объекта. Перпендикулярность у нас уже имеется, поскольку у нас есть вертикальность и горизонтальность, а мы хотим выбрать равенство. Все, теперь у нас появился новый значок, и можно увидеть то, что вот эта линия, можно посмотреть ее длину вот здесь, она тоже равна 100 миллиметрам. Но это, естественно, также не единственный путь. Во-первых, мы можем задать именно привязки одного размера к другому. Это тоже иногда очень надо. Делается это несколькими методами. Во-первых, здесь кроме 100 миллиметров вы можете вводить какие-либо формулы точно так же, как это делается в Excel. Например, если вам надо посчитать какую-то размерную цепь, обычно приходится радиусы пересчитывать в диаметры или диаметры в радиусы. И чтобы не ошибаться, потому что в запаре можно и 10 на 2 неправильно поделить. Можно написать, например, 200 делить на 2. И Solid сам посчитал, что это 100. Вот. Давайте посмотрим другой метод. Это метод именно с формулами. То, что мы задавали сейчас формулой, для Solid не считалось формулой. Он просто нам упростил жизнь, избавив от необходимости пользоваться калькулятором. А если вы действительно хотите, чтобы Solid рассматривал ваше выражение как формулу, вам надо вначале поставить равно. Это ровно то же самое, как это происходит в Excel. Тут, в принципе, табуляция формул, ну, может быть, чем-то отличается от Excel, но я не знаю чем, потому что вот все функции, что они вводятся, они прямо такие же, как в Excel. И здесь можно уже ссылаться на другой размер. То есть, допустим, я нажал на этот размер, и мне само это окно вставило сюда внутреннюю адресацию на этот размер. И если я напишу сейчас согласиться, то вы увидите, что это значение уже задано формулой. Появилось, как только я ввел формулу, здесь еще в дереве построения, такая штука, как уравнение. И здесь можно выбрать управление уравнениями. И, например, можно добавить глобальную переменную, назовем ее, ну, скажем, переменной A. И значение мы ей дадим, ну, например, 100. Почему бы и нет? Коли уж мы делаем все по 100. Вот, я отдал уравнение просто 100, соответственно, Solid посчитал, что 100 это 100, то есть я здесь мог задать уравнение, естественно, например, 200 на 2. Он мне здесь оставит само уравнение 200 на 2 и посчитает, что 200 на 2 это равно 100. Теперь я могу, например, сюда задать уравнение и задать, что это... Так, сейчас Solid пока еще не подхватил. Задать уравнение и вот на A. Подхватил. Вот оно, глобальные переменные. И теперь мы можем вот это вот все дело менять просто управлением. То есть я могу здесь сделать, например, 200 поделить на 3. Вот оно все посчиталось. Такие вещи нужны, например, на каком-то втулочном производстве. Допустим, если у вас какой-то завод выполняет похожие детали в разных типоразмерах, вы можете задать вот это вот все формулами, все эскизы задать относительно этих переменных и потом связать эти переменные с внешним файлом. То есть вы можете сохранить в доковский документ, создать новый документ, вот его куда-то сохранить. Там будут просто вот эти строчки и вам надо будет поменять цифру 200 на 300. Вы потом открываете Solid и ваша модель от изменений в текстовом документе перестроится. Соответственно, если у вас был какой-то чертеж, который сделан по этой модели, то и чертеж у вас перестроится согласно тем размерам из текстового документа. Это очень крутая штука. В реальности нужна она не очень часто. Поэтому особо рассматривать ее не будем. Давайте опять-таки начнем с того, что мы хотим создать эски. За этим тоже надо следить. У меня просто перед лицом микрофон, я половины экрана не вижу. И задаем вертикальность. Естественно, для квадрата самый простой метод, это задать равенство сторон. И задать длину одну из сторон. Вот. Теперь очень важная вещь. Опять же-таки возвращаемся к недоопределенным эскизам. Сейчас у нас как бы сама форма объекта задана уже точно, то есть это квадрат 100 на 100, но он в нашем пространстве никак не зафиксирован. Вот таких вещей оставлять категорически нельзя. Может, хочется, не хочется, но надо делать так, чтобы вся ваша геометрия была привязана к системе координат. В данном случае у нас система координат относительно начальной точки. Как это сделать? Самый простой, точнее, самый топорный метод. Вот у нас есть здесь вот этот размер. Мы выдаем его как формулу, нажимаем сюда и делить на два. То есть у нас сейчас вот эта начальная точка, вернее, вот эта стенка будет на отдалении всегда половина от этой длины. То есть если мы здесь поменяем на 200, у нас все равно эта точка будет между вот этими двумя линиями. Соответственно, так как это у нас квадрат, можно задать этот размер аналогично, то есть задать равенство. вот. И это у нас будет работать. То есть мы можем здесь поменять размер на 100 и у нас все равно все останется в центре. Ну, а это метод рабочий, но я бы не сказал, что он правильный. Самый правильный метод это пользоваться вспомогательной геометрией, когда это действительно нужно. Здесь вы можете увидеть, что у некоторых объектов есть вот такие вот стрелочки. И у линии есть эта стрелочка, где можно перейти в осевые линии. Я не знаю, почему их так перевели. На самом деле это не осевые линии, а вспомогательные линии. И здесь можно провести вот такую линию. И я не сказал еще очень важную вещь про построение линий. Вот давайте еще раз выберем осевая линия. Если вы нажали мышку и отпустили, и повели линию, дальше поставили точку во втором месте, где вы хотите завершить линию, то у вас Solid автоматически будет предлагать вам строить линию дальше. Если вы хотите, чтобы такого не происходило, а построить вы хотите только одну линию, то вам надо нажать на мышку, не отпускать ее, довести до той зоны, где вы хотите закончить построение линии и отпустить мышку. В таком случае вам Solid уже не предлагает продлевать ее до какого-то нового места. Ну и давайте построим уже вторую севую линию. Естественно, сейчас этот квадрат никак к этим линиям не привязан. И, соответственно, надо ввести новые взаимодействия. Если вы выделите с Control две линии, то, как я уже показывал, у вас здесь появляются определенные виды взаимодействия, которые вы можете добавить. Но у Solid есть специальные шаблонные наборы и для использования, допустим, двух выделенных линий и одной осевой. Здесь появилась кнопочка симметричной. Соответственно, вы можете на нее просто так нажать и теперь эти линии у вас будут всегда симметричны относительно вот этой осевой, проведенной через начало координат. Аналогично вы можете сделать и для второй пары линий. И все. Теперь вы можете увидеть, что черные линии вот эти вот это линии нашего квадрата. Теперь скажу вам, чем отличаются черные линии от синих. Синие линии это не определенные линии, то есть те, которые вы можете двигать. И также синие тут есть точки. В то время как черные линии это определенные линии. Вся основная геометрия в эскизе у вас должна быть определена. Это вам надо запомнить. Solid, естественно, разрешит вам делать какие-то действия с неопределенными эскизами и с неопределенными линиями. Но не надо этого делать, потому что рано или поздно вы столкнетесь с тем, что у вас что-то криво построено. Делайте сразу все нормально. При этом Solid не считает неопределенность вспомогательной геометрии как неопределенный эскиз. То есть вы можете увидеть, что сама линия здесь, вот эта вот пунктирная, точнее точка пунктирная, она черная, а крайние точки синие. То есть точки у меня двигаются, а линии не двигаются. Естественно, как я уже сказал, в этом видео очень важно было подчеркнуть то, что нет единого способа, как сделать что-то правильно. В данном случае построение таким методом квадрата это неправильный метод. А какой у нас метод может быть более правильным? Во-первых, есть специальный инструмент прямоугольник и здесь можно выбрать несколько вариантов того, как вы хотите построить прямоугольник. Вы можете его построить вот так, или если вы хотите изначальной точки, то построить его вот так. Но также вы можете построить прямоугольник просто из центра. То есть строите вот так, выделяете две перпендикулярные линии и пишете для них равенство. Ставите один размер и квадрат готов. Есть и другие варианты. Например, можно воспользоваться функцией многоугольник. Выбрать то, что вы хотите построить четырехугольный многоугольник и дальше его построить. Но тут, соответственно, есть некоторые сложности, потому что все-таки предполагается, что четырехугольник вы так строить не будете, потому что есть отдельный инструмент для квадратов прямоугольник. Но также вы здесь можете увидеть и другие методы взаимосвязи объектов. Вот, например, касательность. То есть здесь задана касательность между вписанной окружностью, как раз размер которой вы можете задать для многоугольника, в нашем случае 100. И оно задано касательность каждой отдельной грани многоугольника. В нашем случае это уже грани квадрата. Теперь тоже очень важная мелочь, которая не написана в самоучителе. Когда у вас есть какой-то замкнутый контур, то вам необязательно, чтобы его выделить, зажимать Ctrl и выделять все его объекты по одному. На самом деле достаточно просто один раз щелкнуть внутри этого объекта, и он сам выделится. То есть вы можете увидеть то, что Solid выделил четыре линии. Ну и, в общем, построили мы квадрат. Теперь надо из него сделать куб. Это, наверное, самая простая операция. Мы переходим во вкладку элементы. И тут у нас есть вытянутая бобышка основания. Нажимаем на нее. Здесь сейчас сразу скажу, что вообще я вам советую просто так поиграться с разными инструментами и пощелкать все их менюшки. Тут мы можем увидеть, что на самом деле мы строили эскиз из плоскости сверху, по-моему, если мне память не изменяет. Да, скорее всего, это плоскость сверху. Но не обязательно то, что мы хотим, чтобы эскиз выходил из плоскости сверху. Может быть, мы хотим, чтобы он выходил со смещением. То есть, например, начинался с 10 мм от плоскости и продлевался на 10 мм. То есть, вот эта величина 10, она задана вот здесь. И вот эта величина, на которую мы выдавим наш квадратик, это тоже 10. А, соответственно, у нас получится здесь некоторый параллелепипед с гранями 100 на 100 на 10 мм. Но мы хотим 100 на 100 на 100. Соответственно, пишем здесь то, что мы хотим выдавить ее на 100 мм. По умолчанию, если вы здесь не выбираете направление, то выбирается ортогональная плоскость эскиза. Ну, на самом деле, вы можете, если вам надо, выводить эскиз не обязательно перпендикулярно, а куда-то вбок. Соответственно, вам нужно будет выбрать направление, активировать это окно, указать какую-то грань. Но у нас, соответственно, сейчас грани никаких нет. Так что мы указать ничего не можем, потому что у нас нет никакой другой геометрии. И мы выдавливаем на 100. Но, допустим, мы хотим выдавить не просто так на 100, а так, чтобы у нас весь куб был симметричен относительно начала координат. То есть мы хотим, чтобы 50 было вверх, 50 вниз. И тут, опять же таки, есть несколько методов. Первый метод – это задать два направления. Задать сюда 50 и задать второе направление. Надо для этого поставить галочку, что мы хотим второе направление. Он по умолчанию уже сразу понял, что мы просто будем тянуть в другую сторону. и задать сюда 50. Соответственно, у нас получается 50 туда, 50 туда, в сумме 100. И все это происходит симметрично относительно начала координат. Есть другой метод. Именно когда у вас все симметричное, вы можете выбрать среднюю плоскость и задать 100. То есть по умолчанию у нас сам инструмент «Инструмент бабышка вытянуть». Выделяет 50 в одну сторону, 50 в другую. В сумме мы задаем 100. Также можно задать выдавление под уклоном. Тут почему-то в солиде это сделано очень криво, то есть нет галочки, чтобы активировать это окно. Надо просто нажать на саму кнопочку и поставить, сколько градусов вы хотите уклон. Внутрь, наружу. И соглашаемся. Соответственно, нам солид сейчас выдавил кубик 100 на 100 на 100. Теперь, например, допустим, мы хотим сделать в этом кубике какое-то отверстие, допустим, круглое. Например, хотим мы, чтобы оно уходило вглубь. То есть начиналось вот здесь и уходило куда-нибудь вглубь. Для этого мы также можем выбрать, например, плоскость сверху, сделать в ней эскиз и выдавить этот эскиз насквозь, вверх или вниз. Но в данном случае более рационально будет создать эскиз прямо вот на этой грани кубика. Мы нажимаем на эту грань левой кнопкой мыши и здесь у нас есть возможности как редактировать старый эскиз, из которого этот кубик сделан, также редактировать определение, то есть вернуться вот на этот этап именно для этого кубика, например, поменять на 80. но также есть вот кнопочки создать эскиз, то есть опять же напомню, значок эскиза и вот эта звездочка, это значит создать, значок эскиза и карандаш, это значит редактировать, то есть мы можем зайти, отредактировать вот эти размеры. Также мы эти размеры на самом деле можем отредактировать, просто нажав на нужный объект в дереве построения, если у нас мало каких-то размеров и элементов. То есть если у нас много элементов, то Solid уже решит, что нетушки, давайте вы зайдете в редактирование элемента. Соответственно, вам нужно будет зайти в эскиз и его отредактировать. Ну давайте мы сделаем все-таки отверстие, которое будет перпендикулярно уходить вниз. Сейчас выбираем вот эту вот грань и выбираем создать эскиз. И допустим, опять же таки, отверстие можно создать, как нам говорит геометрия за седьмой класс, несколькими путями. В данном случае мы решаем воспользоваться возможностью выставить центр, а потом выставить какую-то точку, обозначающую радиус. Соответственно, дальше мы можем задать радиус, например, 25. И далее нам надо задать размеры либо от граней, либо от центральной точки. Мы задаем, например, те же 25. И давайте тоже 25. Для задания размеров для чего-то круглого в Solid вы можете указывать как от точки размер от центральной вот этого кружочка, так и выделять кружочек. То есть кружочек, размер, и дальше выставлять. Соответственно, сейчас вы можете увидеть то, что эскиз определен. Если я, например, захочу его еще сильнее определить, то Solid будет, естественно, возмущаться, потому что у нас могут начаться конфликты размеров. То есть если я захочу, например, здесь делать не 25, а 26, то Solid мне скажет, что ты дурачок, сам не ведаешь, что хочешь. Соответственно, когда вы делаете такие вещи, Solid вас предупреждает, что у вас появляется лишний размер, то есть эскиз будет переопределен. Если я сейчас выберу, что оставить размер управляющим, то вот эта вот ошибка, то есть вот эти вот желтенькие штучки, они останутся. И здесь у нас появится статус того, что эскиз переопределен. Делать так тоже, естественно, не надо. Неспроста Solid об этом предупреждает. Но мы можем поставить здесь размер управляемый. То есть он ничего не значит, вы его не можете редактировать, и он определяется путем других размеров. Этот размер тоже можно оставить. Иногда такие размеры нужны, как вспомогательные, когда вы делаете уже чертеж из модели. Но давайте сейчас просто выдавим это отверстие. У нас здесь есть инструмент вытянутый вырез. Вот мы выделяем. И, допустим, мы хотим не насквозь, а, допустим, сделать так, чтобы он не доходил до этой грани на 10 миллиметров. Для этого мы пишем то, что мы его в направлении выдавливаем не просто на 100, а, например, на расстоянии от поверхности. И сейчас нам Solid предлагает выбрать ту поверхность, на расстоянии от которой мы хотим сделать вырез. Мы их, соответственно, хотим на расстояние от этой поверхности. И мы хотим, допустим, на 10. Ну и, соответственно, Solid нам показывает, что вот оно, конец, и вот оно, начало. Ну и соглашаемся. И вот у нас появилось отверстие глубиной. Глубину тоже можно посмотреть для параллельных объектов. Размеры можно смотреть тоже просто их выделяя. То есть, например, я выделил вот эту штуку, выделил вот ту нижнюю штуку, и можно увидеть, что нормальное расстояние 70 миллиметров. Если у вас какие-то сложные размеры, которые вот здесь не определяются, когда вы щелкаете, то есть, например, здесь я не могу посмотреть радиус от этой штуки вот до этой грани. Оно здесь не определяется. В таких случаях вы можете перейти во вкладку «Анализировать», и здесь есть измеритель всяких размеров. В данном случае нам Solid пишет, что между центром и вот этой гранью 25 миллиметров. Мы можем посмотреть, например, сколько у нас будет стенка. Допустим, если вы делаете какие-то детали, например, фрезерованные, вам надо знать, какая у вас остается стенка, а не размер до центра, чтобы точно знать, что у вас отверстие не порвет на выров. Соответственно, здесь вы можете переключиться на показания минимального расстояния. И вот у нас Solid показывает то, что стенка останется 12,5 миллиметров. Ну и в целом, я, естественно, сейчас хотел показать просто, как пользоваться инструментами более рационально. То есть сейчас, когда вы зайдете в справку, и там самоучитель, вот учебные пособия, вы поймете то, что Solid предлагает делать по-другому. Там, скорее всего, я сейчас точно этого не припомню. Давайте мы сейчас все удалим. Скорее всего, там происходят какие-то вещи, что вы должны перейти в эскиз, нажать эскиз, выбрать плоскость, и потом делать какие-то вещи. Я вообще рекомендую, если есть такая возможность, всегда вначале выделять какие-то объекты, а потом применять какие-то инструменты для этих объектов. Сейчас покажу на примере, где от этого есть какая-то большая разница. Например, давайте сейчас сделаем эскиз, в котором у нас будет просто вот такой вот отрезочек. Допустим, на величину 50 миллиметров. И давайте просто выйдем из эскиза. Вот у нас просто есть такая вот штука на 50 миллиметров. И теперь, например, мы хотим построить эскиз в плоскости, параллельной плоскости сверху, но чтобы он проходил через эту точку. Ну, захотелось нам так. Почему он нам может не захотеться? Захотелось нам так нужно. Сейчас мы можем выделить сам отрезок, и можем выделить конечную его точку, через которую мы хотим провести плоскость. Дальше переходим в элементы, справочная геометрия и плоскость. Вот мы вначале выбрали те объекты, которые сюда мы хотим вставить, и потом уже непосредственно перешли в элемент плоскости. Нам ничего особо нажимать не надо было. Но если мы вначале перейдем на справочную геометрию, выберем плоскость, выберем здесь линию, сделаем к ней перпендикулярность, выберем точку, оно, видите, вообще не работает. Есть некоторые команды, которые, в принципе, перестают работать. Ну, дальше я рекомендую, на самом деле, просто попытаться воспользоваться всеми кнопочками, которые вы находите. Например, давайте создадим плоскость спереди и поймем, за что у нас отвечает повернутая бабышка. То есть мы пользовались вытянутой бабышкой, а есть еще такая штука, как повернутая. Опять же таки, в самоучителе, естественно, это все сказано и указано. Опять я сделал криво. За что у нас отвечает повернутая бабышка? Она у нас отвечает за создание тела вращения. Например, мы хотим сделать цилиндр. Цилиндр в разрезе, его половинка – это вот такой вот прямоугольничек. Допустим, мы хотим сделать цилиндр радиусом 100 и длиной 100. Для этого мы заходим сюда и выбираем вот так вот размер дайсевой линии, и нам Solid сам предлагает его вывести как диаметральный размер. То есть у нас он не 50, естественно, здесь будет 50, а у нас он 100. И длину мы тоже задаем 100. И привязываемся, например, сделав вот этот размер пополам. Опять же таки, есть разные методы. Можно задать вот так. А можно задать пополам совершенно другим методом. Давайте отменим это пополам. Ctrl-Z здесь работает. Мы можем выбрать исходную точку. Можем выбрать вот эту линию и указать, что это средняя точка. И, соответственно, у нас тоже все делается пополам. Опять же таки, практикуйтесь. С чего я начинал, например, изучение Solid. Это вот у меня на столе стояли колонки. И я просто моделировал 3D-модели колонок. То есть все, что можно померить, все, что можно пощупать, какие-то простые вещи. Просто начинаете делать вот с этого. После того, как вы закончите изучение самоучителя. Теперь у нас есть замкнутый контур и есть осевая линия. Так как у нас осевая линия одна, то Solid, скорее всего, сам поймет, что мы хотим прокрутить вот эту штуку вокруг этой осевой линии. Ну и да, Solid сам сообразил. Но если бы у нас было в эскизе две осевых линии, давайте сейчас нарисуем просто какую-нибудь случайную линию, то, скорее всего, Solid уже сам не будет определять, что мы хотим. Да, соответственно, Solid теперь нас просит выделить ту ось, вокруг которой мы будем вращать наш замкнутый контур. Ну и, соответственно, я выбираю вот эту вот осевую линию. И у нас при вращении на 360 градусов получается вот такой вот цилиндр. Естественно, можно сделать, например, 270. И будет у нас вот такой вот пакман. Ну не совсем, конечно, пакман, потому что у нас пакман цилиндрический, а не сферический. И, естественно, также можно и вырезать. Мы можем выделить плоскость спереди. Опять же-таки, сразу задать ось, вокруг которой у нас будет вращение, и задать какую-то произвольную линию сплайном. Она, естественно, может быть и непроизвольная, если вам какая-то нужная непроизвольная. Дальше соединяем это все до замкнутого контура. Не забывайте вот эту линию еще ставить. То есть линию по самой оси, ну либо она может быть не по оси. Давайте рассмотрим такой вариант. Точкам поставим вертикальность, и, соответственно, линия у нас получится вертикальной. Нам не обязательно вырезать на самом деле именно до оси симметрии. Также нам не обязательно делать вращение до оси симметрии. И мы также можем здесь выбрать повернутый вырез. Соответственно, у нас сейчас деталь станет многотельной. Solid сразу нам говорит, вы уверены, что хотите, чтобы у вас была многотельная деталь? У вас есть деталь 1, деталь 2. Мы говорим оставить оба текущих тела. И вот теперь у нас деталь стала многотельной. Это тело мы можем удалить. Кстати, в многотельных деталях это очень важно, опять же таки, для литейных форм или чего-то такого, что вы хотите сохранить на самом деле оба объекта. Удаление тел в многотельных деталях – это тоже операция. То есть ее можно откатить. Как я уже говорил, вот эта штука, линия вот эта, она может помогать перемещаться в прошлое и будущее. Что есть еще важного из функций у Solid? Сейчас я вам покажу, например, один реальный проект. Это вот стол, за которым я сейчас сижу. Я думал о том, как его переделать. Вот, допустим, ну это условно показанный мой стол, который я когда-то переделал из обычного серийного стола. То есть вот эта вот надстройка была вот здесь, по-моему, или вот здесь, не помню точно. Я стол купил и сразу ее развернул, чтобы мне было удобней, потому что столов под большие мониторы сейчас почему-то до сих пор очень сложно найти. А потом я у своего стола решил сделать переделку. Чуть-чуть приподнять вот эту вот верхнюю столешницу, сделать вот здесь вырез, чтобы туда можно было уводить провода, и поменять столешницу на чуть более глубокую. Соответственно, мне нужно было понять, какие материалы я могу использовать, какие не могу использовать. И, соответственно, здесь вы можете увидеть то, что у меня в одной и той же сборке две конфигурации этого стола. Делается это достаточно непростым методом. Сейчас в одном видео вы, скорее всего, это особо не освоите, но суть в том, что вы можете делать под виды деталей. То есть переходить здесь во вкладку конфигурация, добавлять конфигурацию, назовем ее, например, 001. И, например, в одной конфигурации вы хотите, чтобы у вас вот это тело было удалено, центральное. То есть чтобы у вас было вот так, а в другой конфигурации вы хотите, чтобы у вас было вот так. Соответственно, например, в 001 вы хотите, чтобы у вас тела не было. Вот у нас есть такая конфигурация, где этого тела нет. А в этой конфигурации вы хотите, чтобы у вас это тело осталось. В таком случае вы можете погасить удаление тела. Ну и, в принципе, погасить любое изменение. Ну, в данном случае мы хотим погасить удаление тела. И у нас получается в одной конфигурации вот эта вот вещь не погашена, то есть тело удалено, а в другой конфигурации это тело погашено. Так же и перейдем в сборку стола. Вот, например, вот эта вот часть стола, это на самом деле бывшая столешница. Если посмотреть по умолчанию, то можно увидеть, что вот этот вырез, это вот этот вырез. То есть я взял бывшую столешницу, вот эту вот, и просто ее вот так вот отрезал, кусок, и вставил его как боковую панель. Соответственно, там выбрал, какой мне нужен высоты, чтобы было удобно. У меня там блоки питания стоят, я туда могу клавиатуру задвинуть. Как я этого добился, чтобы это было в одной модели. Зайдем вот в эту модельку. Это деталь столешницы старой, которая была с завода у моего стола. И можно посмотреть то, что у меня есть несколько конфигураций. Вот это на самом деле столешница не на один кусок порезалась, и остальное вытянулось, а она порезалась на два куска. То есть вот этот кусок пошел как тыльная сторона. Вот. А вот этот кусок, это тоже кусок старой столешницы. То есть я взял эту столешницу, отрезал вот этот кусок, и вот эта часть стала горизонтальной части полки, и отрезал вот этот кусок, и это стало горизонтальной части полки. Соответственно, конечно, намного удобнее рассматривать, какие есть материалы, когда под рукой солят, и вы можете поэкспериментировать, отрезать любые куски. Соответственно, здесь можно увидеть то, что в разных конфигурациях у меня погашены разные вещи. То есть тут, например, по умолчанию, это столешница, как она была. У меня здесь есть только вытянутая бабышка. Можно зайти в ее эскиз. Вот эскиз очень простой. Здесь задана окружность, отрезаны ее куски, сделаны какие-то скругления, и заданы габаритные размеры. То есть 600 на 1200. Вот это я померил просто, ну, грубо говоря, на глаз. Сейчас подложил здесь одну длинную линеечку, к ней вторую линеечку, и посмотрел, что здесь размер 55. Примерно померил, где у меня заканчиваются вот эти радиусы, и поэтому можно построить окружность. Это достаточно легко делается. И вот очень простой эскиз. Если вы хотите научиться соль, да вы можете смоделировать хотя бы вот так вот элементарно свой стол. Дальше у меня здесь скругление, наверное, это вот эти вот фасочки. Да, вот эти фасочки я скруглил в дереве построения. И дальше можно увидеть, что два остальных построения у меня в этой конфигурации погашено. Их, естественно, можно высветить, и тогда вот эта конфигурация превращается уже в ту, которая у меня названа полка. В полке у меня вот этот вот вырез есть. Можно здесь посмотреть, редактировать эскиз. Можно увидеть, что в эскизе я решил, что мне нужна полочка 202 мм. Почему 202, я не знаю, не спрашивайте. А, нет, знаю, сейчас покажу, почему 202. Потому что у меня вот это расстояние, скорее всего, 202. Давайте проверим. Вот это выберем, вот это выберем, и да, вот это у меня 202. Ну, соответственно, я это фактически померил. У меня на 202 получилось, поэтому я и сделал полочку 202, вот это вот. И, соответственно, отрезал куски, и когда я вставлял их в сборку, я вставлял просто разные конфигурации. Здесь можно увидеть то, что старая столешница у меня с конфигурацией новой задней стенки. Вот можно посмотреть все эти конфигурации. А верхняя столешница тоже называется модель старая столешница. Ну, можно увидеть, что это конфигурация полка. А если перейти в конфигурацию по умолчанию, то можно увидеть, что это старая столешница и конфигурация по умолчанию. Вот, соответственно, здесь тоже написано, что по умолчанию. И вот такие штуки иногда бывают удобными. Ну и уж, коли я показал вам сборки, давайте разберемся со сборками. Опять же таки, создать их можно несколькими методами. Первый, как я уже показывал, можно нажать на кнопочку создать, либо файл создать, новый. И здесь вы выбираете сборку. Но есть и другие методы. Например, если вы закончили какую-то деталь и готовы начать делать сборку, то Solid предлагает вам сделать сборку сразу из той детали, которую вы хотите сделать. Ну, давайте мы сделаем таким образом. То есть я создам сейчас деталь. Давайте сделаем какую-то простую конструкцию. Например, зубчатый вал. На него мы поставим шпонку. И на этот вал со шпонкой добавим еще какую-то конструкцию, которую мы типа хотим приводить в движение этим валом зубчатым. Ну, давайте начнем просто с того, что создадим вал. Вал у нас будет подшипничек, потом утолщение какое-то. Давайте сделаем, чтобы та хрень, которая становится на шпонку, упиралась вот в этот бортик. Да, кстати, у Solid есть такая особенность, не знаю, зачем они это сделали, но когда вы используете режим линия, если вы наводите обратно на точку, то он переключается в построение вот этих вот штук. Это мне в жизни пригождалось несколько раз, но на самом деле непонятно, зачем так сделали. Например, можно попробовать нарисовать, не меняя инструменты, допустим, какой-нибудь крюк. Давайте попробуем. Ну, получилось, честно говоря, какая-то хрень. Ладно, вернемся к нашему валу. Вот здесь мы сделаем упор под деталь. Здесь у нас будет непосредственно... Давайте к другим сделаем. Вот здесь сделаем вот так. Здесь сделаем диаметр еще чуть-чуть побольше. Это у нас будет упор под внутреннее кольцо подшипника. Это у нас будет... Вот сейчас я рисую ту часть, на которой будет шпонка. Это будет опять упор для подшипника. Вот у нас получается такая штука. Еще давайте сразу продумаем вопрос, как у нас будет Вот здесь, на шпонке, во вторую сторону Осевое перемещение уходить Давайте мы сделаем здесь углубление под Не знаю, какая-то штука правильно называется Такой хомутик Его размер мы тоже потом посмотрим Сейчас пока сделаем его чисто номинально Так, давайте, сейчас подшипники будем использовать одинаковые Зададим им диаметр, например Давайте 12, нет, давайте 10 Вот эти размеры у нас тоже будут одинаковые Допустим, ну я точно не знаю, какие есть у нас подшипнички Возьму ГОСТовский Так, фаски мы тоже сделаем сразу равными Солит сам, наверное, сделал перпендикулярность Да, он сам нашел перпендикулярность Эту привязку сам сделал, фасочку давайте сделаем полмиллиметра Вот тут у нас ушел угол Давайте сделаем его 135 Так, деталь мы начнем вот отсюда Ну теперь понеслась Это у нас здесь будет зубчатое Само колесо Сейчас без разницы, в принципе, какой у меня здесь поставим диаметр Ну пусть будет 17, как он тут есть Вот этот размер мы сделаем Давайте 25,5 А вот этот размер мы сделаем 20 Глубину и ширину этого углубления мы тоже потом посмотрим И здесь они есть Ну давайте начнем сейчас просто 1 на 1 поставить здесь И сразу здесь выставим диаметр, чтобы было проще потом работать На том, что тут будет 12 А тут мы давайте сделаем 13 Ну то есть тут у нас сейчас 0,5 Глубина Так, после кольца давайте сделаем Вот здесь Давайте 3 миллиметра Это у нас равенство есть И давайте общую длину Так, тут у нас 12 И поставим здесь тоже 12 Давайте мы сейчас сделаем повернутую бабушку Теперь, что я рекомендую делать Я рекомендую на все токарные вещи внутренние углы Ставить минимальный радиус какой-то Давайте поставим скругление и сделаем 0,2 Это нужно, во-первых, для того, чтобы можно было в чертеже это указать То есть, например, в технических требованиях Указать то, что есть некоторые неуказанные радиусы Если это важно будет Неуказанные радиусы по ГОСТу допускаются не образмеривать Ну, естественно, если вы их обозначили в технических требованиях Но они должны быть нанесены у вас на графике А давайте, у нас еще получилась очень такая угловатая деталь Сейчас зайдем в настройки Здесь есть вклад качества изображения Вот она И здесь мы можем сделать деталь более круглую Потому что это у нас просто формальное отображение Так, для компьютера она абсолютно круглая Так, давайте теперь разберемся со шпоночным пазом Нам для этого понадобится Google Вот, я нашел размеры шпоночных канавок У нас диаметр 12 И мы возьмем шпонку 4х4 Для нее вот этот вот размер Это у нас T1 на валу Он равен 2,5 Давайте сделаем шпоночный паз 2,5 Создадим здесь эскиз И сделаем здесь вот такую вот штуковину Длину мы зададим, например, 16 Да, она для этого диаметра вполне Вот это вот мы ставим горизонтально Ширина у нас 4, так мы взяли 4х4 И теперь нам надо только задать вот этот размер Допустим, у нас будет 14 Или давайте 13 А вот, теперь нам надо сделать шпонку глубиной 2,5 Давайте сделаем ее Вытянутый вырез Поменяем направление, чтобы было в ту сторону И дальше сделаем смещение У нас, я напомню, во-первых, себе диаметр 13 Неправильно мы взяли шпонку Ну ладно 13 Нам надо сделать смещение так, чтобы она вырезалась на 2,5 У нас сейчас идет смещение от центра То есть нам надо сделать радиус минус 2,5 Мы знаем диаметр, то есть 13 на 2 Минус 2,5 Вот такая вот у нас сейчас будет шпоночка И здесь мы, соответственно, можем поставить просто насквозь Чтобы если бы мы в будущем меняли диаметры достаточно сильно У нас ничего это не уплывало Ну давайте сразу поменяем здесь диаметр на 12 Или нет, давайте вначале мы поменяем диаметр вот этот вот Чтобы у нас ничего не слилось там до 11 А потом вот это 12 Вот теперь у нас шпонка какая есть Ну тут на самом деле получается слишком маленькая стеночка под упор подшипника Но да ладно У нас сейчас настоящая конструкция Сохраняем деталь, называем ее например 0.1 Теперь нам надо сделать так, чтобы эта деталь была в сборке Для этого мы можем создать просто сборку Но есть такая штука, как создать сборку из детали сборки Соответственно, если вы уже в сборке, то вы делаете сборку из сборки А если вы находите сейчас в детали, так как мы находимся в детали То у вас будет в сборку добавлена сразу первая ваша деталь Вот, собственно, Solid мне сразу предлагает вставить эту деталь Я указываю, что я хочу ее вставить в начальную точку нашей новой сборки Вот вы можете здесь увидеть, что координаты Исходная точка самой сборки Вот она, она выделяется рыженьким Посмотрите вот сейчас на нее, когда я буду двигать здесь Вот она выделяется рыженьким И исходная точка самой нашей детали Она тоже здесь Здесь вы можете увидеть, что появилась буковка F Это обозначает то, что вот эта деталь сейчас фиксирована Вы можете заметить, что я не задавал никаких сопряжений И у меня сейчас сборка определена То есть все компоненты не могут двигаться Ну, в данном случае у нас компонент 1 Это потому, что по умолчанию, когда вы указываете, что вы хотите добавить в точку или не в точку У вас деталь фиксируется Если вам надо это исправить, то вы можете выбрать пункт освободить Теперь здесь появился минус, обозначающий о том, что у нас не все детали в сборке Но у нас одна, то есть вот эта деталь, она не определена То есть ее можно перемещать относительно системы координат с исходной точкой Ну, первую деталь можно зафиксировать Я обычно так и делаю Теперь нам надо сделать на этот вал Какую-то конструкцию, которая будет у нас передавать куда-то Наш крутящий момент, который поступает на этот вал Соответственно, что я предлагаю сделать? Сделать вот какую-то такую штуковину, типа фланца У которого будет вот здесь отверстие, на которое можно будет монтировать потом какие-то другие конструкции Давайте создадим новую деталь Сохраним ее и назовем 002 Вот, также сделаем ее в виде детали вращения Да, я по-моему не сказал, почему я рекомендую делать скругление на токарных деталях Я рекомендую их делать не только потому, что это можно указывать в чертеже А потому что, когда вам надо плотное прилегание, вам надо точно убеждаться, что Детали смогут плотно прилечь И не будет такого, что вы здесь забыли сделать фаску И у вас одна деталь вряжется в другую, соответственно, плотно не сядет в реальности А потому что в солиде есть контроль интерференции То есть вы можете задать специальным инструментом Он здесь в анализировании То есть детали друг друга врезаются соль, вам об этом скажут И вы, соответственно, не допустите ошибку Так, давайте зададим здесь стенку, будет она, скажем, 6 мм Вот это мы сделаем, допустим, 10 мм Давайте поменьше сделаем, 22, например А, нет, мы там сделали 25,5, мы оставим 25 И укажем вот этот диаметр, допустим, 65 Вот, и опять же-таки не забываем сделать здесь сейчас фасочку 1 мм Вот это мы упрем вот в тот выступ А здесь мы фасочку делать не будем И давайте сделаем сейчас отверстие Создадим эскиз Сразу зададим радиус, на котором мы хотим отверстие Сделаем его вспомогательной геометрией Вот в этой точке задаем Сразу эту точку пишем вертикальность И давайте радиус зададим, ну, скажем, 10,5 Многовато получается, или давайте посмотрим Вот так у нас будет это все выглядеть На радиусе 45 И теперь сделаем круговой массив этих отверстий Скажем, у нас их будет 8 Когда вы делаете круговой массив или массив в длину То есть линейный массив Солид по умолчанию не задает привязки угла или радиуса или точки Поэтому в круговом массиве у меня, например, здесь была вот эта окружность, которую я сам нарисовал Я вот эту точку подвинул и вернул обратно И она привязалась И вы могли увидеть то, что у меня и синенькие кружочки стали черненькими В линейных массивах обычно привязаться так не к чему Поэтому для линейных массивов между первым и вторым элементом, например, надо поставить размер Вот, но с круговыми массивами так делать не надо Ну и давайте теперь это дело вытянем Вытянем москвой, чтобы можно было потом спокойно менять конструкции И зададим небольшие фасочки Зададим для всех Нет, зададим все-таки вот тут фасочки С обоих сторон сразу Вот и у нас получилась вот такая вот детальчика В ней мы потом прорежем шпонку Или мы можем прорезать шпонку, в принципе, и сейчас Возвращаемся единственное в гугл, потому что я забыл, какой должен быть размер Для шпонки на диаметре 10, 4х4 Размер 1,8 от предполагаемого радиуса Создаем здесь эскиз, я его уже создал А теперь задаем здесь нашу будущую канавку Задаем то место, от которого мы будем делать размер То есть наша предполагаемая точка Мы ее можем задать в виде точки То есть сюда поставить точку Эту точку мы можем поставить вертикальность И будет у нас вот такая точка Можно сделать и по-другому Обычно я делаю по-другому Ставлю вот так осевую линию Здесь этой точке я тоже ставлю вертикальность И теперь нам надо Вот этой точке вот здесь доверху поставить 1,8 Ну дальше, чтобы ничего потом не рушилось Вот эту точку я ставлю на окружность То есть, так как у нас вот это вот сейчас делаем тоже вертикально, то получается вот эта и вот эта точка, они находятся посередине. Ну, то есть так, как мы и хотели. А теперь нам надо задать только ширину. У нас шпоночка 4. И получается вот такая вот штучка. Сейчас мы ее вытянем. Вытягиваем тоже насквозь. И получается вот такая вот шпоночная канавочка. Теперь возвращаемся в сборку. Вставляем компонент. Это вот основная кнопочка, которая в разделе сборка. Напомню, что у нас эта деталька называется 002. Да, вот эти вот начала координат рано или поздно начнут мешать. Их можно убрать. Вот здесь на глазок нажать. И здесь убрать, показывать исходные точки. Итак, я предполагал, что вот эту вот часть, давайте фасочку здесь сделаем поменьше. Мы можем открыть деталь и отредактировать ее в детали. То есть, здесь изменить фаску. Но это можно делать и в сборке. Вот мы находим здесь дерево построения. Находим ту фаску, которую делали. А фаску я и делал, судя по всему, здесь. Редактируем эскиз. Для редактирования эскиза у нас Solid хочет, чтобы мы сохранили сборку. Ну, давайте сохраним сборку. Редактируем эскиз. И здесь меняем фаску с единицы на 0,5. Вот, и теперь давайте выставим привязки для сборки. Опять же таки, рассказывать, как что все это происходит, я особо не буду. Я просто показываю, как это происходит в реальности, а не так, как это будет вам показывать самоучитель. Итак, так же, как и в других инструментах, когда вы выбираете привязки, вы можете выбрать те поверхности, по которым вы будете привязываться заранее. Например, я зажал Ctrl и зажимаю вот эти вот две цилиндрические поверхности и нажимаю кнопку условное сопряжение. Вот, у меня сразу Solid определил, что я хочу концентричность. Если бы я хотел что-то другое, я бы мог сам это вручную выбрать, но, как правило, в таких простых конструкциях Solid всегда угадывает верно. Теперь мы задаем вот эти две поверхности. Тут, когда мы уже находимся в режиме сопряжения, Ctrl зажимать не надо, чтобы выделять несколько поверхностей. И теперь давайте выставим правильно по шпонке. То есть, у нас вот это должно совпадать. Здесь есть несколько методов. Первый, например, выставить вот так. Так, у нас здесь одинаковые диаметры и одинаковая ширина у шпонок. Тут все нормально совпадает, но я так делать не рекомендую. Я рекомендую, если вы хотите по оси что-то выставить, выставлять какие-то плоскости. То есть, у нас тут, например, в детали вот эта вот плоскость спереди. Мы можем ее сопрячь с плоскостью спереди всей основной сборки. Вот. И у нас она тоже выровнялась. Ну, теперь что мы можем сделать? Во-первых, нам нужно сюда добавить стопорное кольцо. Заходим вот здесь в библиотеке проектирования. И здесь есть такая штука, как Toolbox. Ее можно включить и заранее. То есть, вот здесь активировать Toolbox. И тогда он будет включаться. И вот вы можете увидеть, что тут у Toolbox тоже появилась вот эта стрелочка. То есть, мы можем войти внутрь. У меня есть гостовские библиотеки. Правда, старые и кривые. И здесь у нас есть стопорные кольца. Нам нужно внешнее стопорное кольцо. Ну, давайте вот это вот выберем. Сейчас я себе напомню, какой у нас диаметр. Диаметр 12. И заодно посмотрим. Вот, нам Solid выбрал сразу 12. Ну, это просто так повезло. И здесь мы можем увидеть то, что диаметр канавки должен быть 11,3, а ширина 1,2. Ну, соответственно, нам надо это поменять в детали. Давайте сразу поменяем. Запомним 11,3 и 1,2. Здесь у нас должно быть 1,2. А здесь размер, который 11, должен быть 11,3. Вот, теперь мы сделали эти размеры правильными. И возвращаемся обратно в сборку. Тулбоксовские элементы, как правило, имеют уже ссылки на привязки. Поэтому здесь все будет попроще. Нам нужно выбрать вот эту вот поверхность. И привязка здесь появится сама. Что касается привязок, то вы можете смотреть привязки как конкретные детали. То есть, вы можете увидеть, что она привязалась по двум критериям. Это по концентричности и по совпадению с той стенкой, которую мы выбрали. Болты тоже ставятся таким же образом. А также вы можете посмотреть все привязки данной сборки. Вот все привязки, которые мы и сам Solid выставлял автоматически. Также нам, для того, чтобы у нас сборка стала определенной, надо дать вот этой клипсе еще одну привязку. Также предлагаю выбрать, например, плоскость сверху. Здесь плоскость сверху. И установим сопряжение. Вот, у нас получается совпадение. Solid сам его выбрал. И вот, теперь у нас нигде нет минусиков. И сборка, опять-таки, определенная. Теперь мы можем добавить еще шпонку. Ну, здесь в библиотеке ГОСТовских у меня шпонок нет. Самую ее рисовать мне сейчас не особо хочется. Там ничего сложного нет. А если мы возьмем геновский или сошный, то шпонки там немного другой формы и других размеров. А что мы можем в эту сборку еще добавить? Мы можем добавить подшипники. Подшипники у меня здесь есть. Вот шариковые подшипники. У нас будут обычные радиальные подшипники. Однорядные. Диаметр я сейчас себе напомню. Диаметр 10 у нас. Давайте посмотрим сейчас по размерам. Просто подберем, какие будут здесь гармонично смотреться. У нас же конструкция не настоящая. Возьмем внутренний диаметр 10. Нет, это слишком хлипенький подшипник. Возьмем просто из легкой серии. О, это смотрится более-менее гармонично. Опять же-таки, на самом деле, когда делаются какие-то вещи с подшипниками, изначально рассчитываются подшипники, а потом подгоняются под их конструкцию. Все. Но у нас здесь учебный материал. Не хочет подшипник почему-то вставать. Но это из-за скругления вот этого вот, которое я задал. Зададим потом вручную. И также ограничим их вращение. Можно в солиде делать сопряжение сразу для нескольких вещей. То есть, например, мы хотим одним сопряжением задать ограничение для обоих подшипников. Здесь есть такая вот кнопочка. Вот со скрепочкой. Мы вначале выбираем ту плоскость, которой хотим сделать сопряжение. У нас это будет, например, спереди. И теперь выбираем все остальные в других деталях. Это тоже у нас будет спереди. И открываем здесь второй. Ну, пускай это уже развернется, будет спереди. Вот. Все. Добавили сопряжение. Теперь давайте сделаем сопряжение чуть-чуть сложнее. Можно тут увидеть, что у нас остается вот у этого фланца осевой люфт. То есть, я сделал сопряжение, что вот этот фланец здесь касается стенки. Но на самом деле, в реальности этот фланец сможет туда-сюда болтаться на полмиллиметра. Давайте сделаем так, чтобы Solid нам это показывал, что у нас есть вот это вот движение. Зачастую оно не нужно так делать в моделях, но иногда это движение нужно сохранять. Давайте найдем то сопряжение. Вот оно. Давайте отредактируем его и сделаем так, чтобы мы могли куда-то что-то двигать. Куда-то что-то двигать у нас находится в дополнительных сопряжениях. Здесь мы можем сделать вот такую вот штучку. У нас будет максимальный размер 0,5, а минимальный 0. То есть, минимальный остается так же, как есть. Соглашаемся. И теперь вы можете увидеть, что вот значок этого сопряжения. И теперь вот у нас эта штучка может двигаться, показывая, что у нас здесь может быть люфт. Вот до этого стопорного кольца. Ну и давайте теперь сделаем ту вещь, ради которой я, наверное, эту сборку и начал делать. Это показать то, что можно некоторые вещи делать внутри сборок. Например, у Solid почему-то нет такой штуки, что можно нарисовать из библиотек зубчатое колесо. То есть, у нас здесь зубчатый вал, соответственно, здесь у нас должно быть какое-то зубчатое колесо, но просто так Solid его не позволяет здесь нарисовать. Единственное, можно все-таки вытащить здесь зубчатое колесо. Допустим, оно есть в Диновских стандартах, трансмиссия, зубчатые колеса и вот, например, прямозубое колесо. Но внутри детали это происходит все очень криво, я не рекомендую так делать. И мы сделаем так, чтобы геометрия из сборки перенеслась в деталь. Как мы это сделаем? Сделаем мы это достаточно легко. Давайте все-таки сюда поставим это прямозубое колесо. Ну, давайте сделаем зубчик чуть побольше, например, 40. Вот такая вот большая стереночка. Геометр валу нам особо значения не имеет, мы поставим 17, так, у нас здесь 17, но на самом деле мы эту деталь потом берем. Ну, теперь давайте поставим вот эту штучку на место. Где она будет находиться, она, в принципе, сейчас особого значения не имеет. Нам нужно только выставить по оси. Давайте выберем вот эту плоскость, вот эту плоскость и условное сопряжение. Создаем это сопряжение. Эту деталь мы потом погасим, но она нам нужна будет сейчас, чтобы сделать вот на этом валу собственно вот такую вот зубчатую хреновинку. Давайте сейчас нажмем вот на нашу деталь, либо здесь, либо на любые ее элементы. И здесь есть кнопочка редактирования детали. Это редактирование у нас происходит внутри сборки. И мы можем компоненты сборки перенести в конструкцию этой детали. Как это делается? Давайте создадим здесь эскиз. Будем переносить конструкции непосредственно в эскиз. Эскиз у нас сейчас создается именно в той детали, которая у меня называется 001. Вы можете увидеть, что она стала синейкой. Это значит, что мы ее здесь редактируем. Теперь мы хотим все внешние поверхности перенести в этот эскиз. Выделять их не надо. Как я уже говорил, если у вас в солиде есть какой-то закрытый контур, замкнутый, то вы щелкаете внутри него, и он выделяется. Теперь вам надо выделенные объекты перенести на наш эскиз. Для этого для эскиза существует специальная кнопочка преобразования объектов. Нажимаем на нее, и сейчас солид подумает, и вот он перенес всю геометрию в наш эскиз. Теперь мы можем этот эскиз выдавить обычными инструментами. То есть вытянутая бобышка, мы ее сейчас в другую сторону, сделаем некоторое смещение, допустим, миллиметров на 7, наверное, в другую сторону. Давайте на 6 миллиметров. Давайте на 5,5 миллиметров. Вот так выглядит более-менее нормально. И, допустим, ну, на ту же десяточку, что у нас сейчас есть. Сохраняем. Выходим обратно в сборку. Теперь можно открыть вот эту вот деталь и увидеть, что на ней появилось наше зубчатое колесико. И вы можете увидеть, что здесь стоит стрелочка. Это значит, что у файла есть внешние ссылки. И внешние ссылки идут именно на сборку. То есть если в сборке мы удалим вот то колесо, то у нас, соответственно, возникнут проблемы, потому что солид потеряет привязку. Мы можем зайти в редактирование эскиза и увидеть, что вот эти вот штучки, это на кромке. То есть мы привязываемся к кромке какого-то другого объекта. И этот объект в данном случае находится внутри сборки. Но никто не запрещает нам гасить элементы. То есть мы можем взять вот эту штуку и написать погасить. Она у нас остается в сборке, то есть на нее могут ссылаться внешние ссылки, но самой этой детали нет. Именно в этой сборке. Если вы посмотрите, будете анализировать массу или еще что-то, вот этой массы лишней тоже не будет. Нигде ничего не будет, но для ссылок эта штука остается доступной. Точно так же можно делать и довольно сложные детали, не создавая в конструкциях деталей вообще ничего. Например, сейчас давайте зайдем в мою систему на пельте. Сейчас я ее найду. Вот здесь вы можете увидеть то, что есть некоторые детали, которые сделать было бы достаточно сложно точно. Например, сделать так, чтобы вот эта трубка соединялась и здесь, и чтобы она четко соединялась здесь. Особенно учитывая то, что это был проект, который нужен был для визуализации. То есть мне нужно было постоянно двигать куда-то вот этот водоблог, чтобы все это красиво смотрелось в кадре. Соответственно, каждый раз пришлось бы переделывать вот эту трубку. Ну, не только вот эту трубку, а вот эту трубку. Вы можете посмотреть, что здесь трубки идут снизу Вот здесь куча трубок И сделать такие штуки правильно Это достаточно кропотливая работа Потому что у меня здесь хотя бы все вертикально и горизонтально А на самом деле фитинг мог быть куда-нибудь под 30 градусов в этой плоскости И, например, под 28 в этой плоскости То есть по двум углам повернут И это надо было бы все соединить И соединить это правильно Эта задача, ее можно решить без редактирования внутри сборки Но делать это бессмысленно Потому что если вдруг что-то придется чуть-чуть повернуть Вся эта сборка развалится Итак, как же это сделано? Сделано это при помощи трехмерных эскизов Непосредственно внутри сборки Нажимаем вот на эту деталь И можно увидеть, что состоит она лишь из одного элемента Это вытянутая бобышка по траектории Давайте зайдем в эту деталь И можно увидеть, что состоит вытянутая бобышка по траектории Из стандартных двух вещей Это эскиз, который описывает сечение этой траектории И эскиз, который описывает траекторию В данном случае трехмерные эскизы Я обещал показать вам, как удобнее всего работать с трехмерным эскизом И трехмерный эскиз у нас состоит из одного единственного сплайна То есть это вот такая штука Просто ставите точки И потом за точки можете этот эскиз редактировать Соответственно, здесь можно увидеть, что у меня здесь привязка, совпадение с внешним объектом И этот внешний объект, это, соответственно, наша с вами сборка общая В эту сборку я не буду добавлять какие-то объекты, потому что здесь очень много накаток И когда я включу редактирование сборки, эти накатки станут полупрозрачными И соль от этого будет очень сильно страдать и будет очень тормозно показывать Поэтому давайте откроем сборку попроще, я там вам покажу Вот есть такая сборочка, это тоже сборка пропельки Давайте заменим вот эту трубку На самом деле с этой трубкой я делаю, скорее всего, по-нормальному Потому что здесь можно просто померить длину между центрами И, соответственно, сделать просто нужную трубку Но мы таким путем не пойдем, вот ее давайте удалим И теперь нам нужно сделать новую трубку Давайте создадим пустую деталь Создаем просто какую-то деталь Сохраняем ее Допустим, рабочий стол Завем ее, допустим, 003 Вот, у нас теперь есть пустая деталь Зайдем в эту сборку Вставить компоненты Деталь 003 Она у нас где-то здесь появилась В ней ничего нет Поэтому мы задаем сопряжение исходных точек Вот у нас эта точка переместилась куда-то И вроде как все У нас вот она есть здесь деталь в дереве построения У нее нет никаких собственных конструкций Давайте это изменим Перейдем в редактирование детали Теперь у нас все вот это стало полупрозрачным А конструкция самой детали не полупрозрачна Давайте создадим здесь эскиз А когда есть какие-то полупрозрачные штуки Иногда возникает сложность в том, что мы не можем выделить некоторые объекты Вот, например, хочу я сейчас сделать эскиз на плоскости Вот между вот этими двумя деталями То есть вот на вот этой плоскости, которая ограничена вот этими вот линиями Сделать я этого просто так не могу То есть если я нажму сюда, у меня выделится вот эта плоскость Если я нажму сюда, у меня вот эта вот верхняя выделяется А я хочу, например, вот эту по центру Ну, для нашей текущей задачи это не надо Но вообще есть такая очень нужная кнопочка Называется она «Другой» В нужном месте, где вы предполагаете, что вы можете вглубь нажать на нужную вам плоскость Нажимаете правой клавишей мыши И здесь есть кнопочка «Выбрать другой» И она вам показывает вглубь те объекты, которые вы можете выбрать Нам, соответственно, нужна типа вот эта вот грань по центру Но на самом деле она нам не нужна Нам же нужна сейчас вот эта плоскость И так как она снаружи, мы можем создать спокойно на ней эскиз В этом эскизе мы сделаем профиль нашей трубки Я не помню, какие там геометры Ну, допустим, внутренний будет 10 И стенка 1 мм То есть наружней получается 12 Вот из этого эскиза мы выходим Этот эскиз у нас будет определять профиль Нашей будущей трубочки Теперь давайте сделаем траекторию этой трубки И создадим трехмерный эскиз Здесь переходим в трехмерный эскиз И если просто так начать создавать То есть, например, мы захотим от центра этого эскиза Дойти до центра вот этой вот окружности То вы встретите перед собой некоторые проблемы Вот кажется вам, что вы построили так, как надо Но на самом деле вы построили не так, как надо А солид строит в проекции Перпендикулярной вашему текущему зрению Поэтому в таком случае вам надо ориентироваться Вот на эту штуку с осями Вам надо выставляться максимально близко к тому Чтобы находиться в нужных вам проекциях То есть сейчас мы хотим сделать Чтобы у нас линия выходила сюда наружу До какой-то степени Потом мы делаем сплайном Вот здесь до какой-то степени И потом мы возвращаемся вглубь опять прямой линии Вот здесь мы ставим прямую Выставляем нашу систему координат Так, чтобы она нам показывала в нужную сторону Делаем здесь прямую А для нее сразу уже появилась привязка вдоль оси 0Z То есть от 0 в Z Мы можем сразу выставить нужную нам длину Допустим, 25 Вот, теперь мы можем выставить точно так же вторую нашу линию Навести здесь Вот еще очень важная штука, которую умеет Solid Когда вы наводитесь на какие-то окружности И задерживаетесь, Solid вам показывает центр К которому вы можете привязаться Иногда бывает то, что Solid что-то затупливает И не показывает, когда вы делаете линии Тогда надо перед этим поставить просто точку Вот, подождать И вам привяжется к точке А к точке уже привязаться гораздо проще Вот, чтобы точно не было никаких проблем Надо поворачивать модель так Чтобы вот эта вот точка Она не попадала ни на какие линии Чтобы вы случайно не нажали в другое место Вот, выбираем эту точку Поворачиваем нашу модель в нужную нам сторону И так же задаем вот этот размер Вот, ну и теперь Здесь можно это сделать на самом деле даже дугой Но мы зададим сплайном Вот, повернем все так Чтобы у нас вот это было максимально в одной плоскости В которой нам надо И зададим вот такой вот сплайн Две точки и сюда Вот, у нас получилось не совсем идеально, как нам надо Поэтому нам надо немного подвигать точки Во-первых, нам нужно сделать так Чтобы вот этот сплайн был продолжением линии То есть были касательности Соответственно, выделяем вот эту линию Выделяем сплайн И пишем касательный Аналогично и здесь Выделяем вот это Выделяем вот это И ставим касательность Теперь надо сделать так Чтобы точки были в нужных для нас местах И делаем мы это опять же таки по разным координатам Допустим, мы хотим, чтобы Вот эта точка была Вот сюда вниз И сюда вбок И для начала Мы выставляем его по этой координате Потом поворачиваемся Выставляем вот по этой координате Стремясь не выпадать ни в какие привязки Иначе у нас все тут поломается Вот и получается вот такая вот штука Мы сейчас можем выйти из эскиза Выделить два наших эскиза И выбрать элемент Бабышка основания по траектории И вот нам Solid Сейчас создаст нужную нам трубочку Сейчас можем зайти в модель этой детали И увидеть, что вот она наша трубочка И можем поменять для нее отображение Сделать ее Пластик Вот такой вот прозрачный, матовый Допустим, вот такой вот Закращаемся в сборку И вот оно у нас как выглядит Но на самом деле в данном случае Задача была достаточно простой И на самом деле это можно было сделать Даже без трехмерного эскиза Давайте зайдем Еще раз отредактируем эту деталь Удалим Вот эту вот нашу геометрию Оставим вот этот эскиз Вот этот трехмерный эскиз Мы не уберем, а сделаем Отредактируем его Уберем вот этот сплайн А теперь мы можем взять Вот эти вот два отрезочка И с помощью справочной геометрии Создать плоскость Так у нас два объекта То в любом случае направленных в одну сторону То у нас в любом случае Траектория будет идти внутри этой плоскости То есть мы можем создать эскиз плоскости Теперь нашей новой И сделать его гораздо быстрее Так Ну теперь аналогично убираем Вот этот эскиз Вот этот эскиз И бабушка по траектории Вот мы получаем похожий результат Гораздо меньше тратить на него времени Ну и в общем-то это все основные сведения Которые вам нужны для такого бодрого старта Опять же таки Говорю то, что я не рассказывал Как тыкать каждый конкретный инструмент Но советую Во-первых Пройти учебное пособие То есть зайти Здесь вам, например Создание новой детали Он все скажет, все покажет Вот вы нажимаете на кнопочку Если не можете найти нужную в интерфейсе Вам Solid всегда покажет Где, что и как делать Покажет, где находятся нужные вам инструменты Все за вас покажет Все вам сделает Здесь детали сделаны так Чтобы использовать максимальное количество кнопочек Но опять же таки советую Как только пройдете Нужные для вас уроки Из учебного пособия Начинайте просто делать Какие-то детали Которые нужны лично вам Допустим на даче Вам надо сделать Какой-то кривой кронштейн У вас есть листовой металл У вас есть, например, винтики И вы можете спроектировать Из листового материала Нужный вам кронштейн Распечатать развертку этого кронштейна листового На кусок бумаги Приехать на дачу Приклеить Клеем-карандашом Эту бумагу на ваш листовой металл Вырезать по линиям Собственно, вспомнить детский сад Дальше, вспоминая уже Второй класс школы И оригами Собрать это все Винтики вставить в нужное отверстие И, собственно, ваш кронштейн готов Если вы посмотрели это видео целиком До того, как решили пройти самоучитель То советую его пересмотреть Через пару-тройку дней Или через неделю практики еще раз И вы заметите куда больше Мелких деталей, упрощающих работу Тем не менее, соли-то его освоение Очень простая задача Если кто-то мечтал освоить базовые возможности 3D-моделирования То освоить их можно за один вечер И какие-то навыки получить Сразу до конца жизни Надеюсь, я в этом смог вам помочь Надеюсь, видео было полезно или интересно Если так, то подписывайтесь на канал Если ранее этого не сделали Ну а пока, всем пока И до новых видео